Привет, дружок пирожок, с тобой снова Холоиз, чутка художник, чутка аниматор, чутка критик, чутка черт знает кто еще и ты вновь здесь в новом канале, где мы с тобой как правило собираемся, чтобы любоваться нашей любимой веб-анимацией. С чего начался твой день? Мой день начался с того, что город Красноярск потонул в дыму и занял первое место в рейтинге самых грязных городов мира, поэтому я обещаю вам из эпицентра грязи и мы здесь, чтобы смотреть разные мапы аниматики во вселенной анимационной мемы, поэтому не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить комментарий больше четырех слов, именно так ты поможешь каналу продвинуться и сделать то, чтобы об анимации говорили все, а не только я. И сегодня наша любимая рубрика 5 анимационных мемов в прошлом голосовании выиграл наконец мем от студии Феникс, который до этого занимал второе место под названием цитаты великих людей и мы сегодня с вами посмотрим этот мем, как ни странно накопилось достаточно много уже вариантов, конечно не так много как у других мемов, но тем не менее посмотреть будет что. Напомню, что в ролике будут как авторы-миллионники, которые имеют много зрителей и без меня, так и новички, которые выбраны лично мною из списка в поиске. И чтобы мы могли составить полное впечатление в разрезе по данному мему, мем очень свежий, он по-моему сделан про клона под названием Данте. Тот единственный чувак, дизайн у которого у меня всегда были вопросы и сегодня мы посмотрим именно про него мем, что же будет. Насколько я помню, он у нас типа мудрец, уравновешенный с красными волосами. И давайте же наконец поглядим, берите чаечек, кофеечек, я надеюсь у вас есть что порисовать, что пожевать, что попить. Поехали! Как вы видите у меня уже надеты в честь 13 карт зеленые очки, во-первых, а во-вторых красная кофта в честь Данте. Но начнем мы как обычно с оригинала мема, цитаты великих людей от студии Феникс Анимация, который набрал миллион триста тысяч просмотров. Напомню кстати, что я буду ставить на паузу каждые три секунды и вставлять свои ненужные комментарии. Это мой стиль, мне так больше нравится, у меня так меньше проблем с авторскими правами на ютубе. Я надеюсь мы друг друга услышали. Так, перед нами какая-то сцена, немножечко силуэтная. Мне нравится вот эта текстура, которую использует автор на фон. Из-за нее локальная выкраска и вот эти вот просто черные силуэты разные на эстетичном фоне достаточно живописными становятся. Я вижу, что здесь у нас типа прожекторы высвечивают в небе, как у Бэтмена, короче, но только здесь они высвечивают Фениксов. А знаменуя, что это все происходит под егидой Феникс Анимации. И легкие силуэтики с вытянутыми рокерскими пальцами. Так, Липсинк нас внезапно встречает. Нас встречает Липсинк, что достаточно удивительно для мемов студии Феникс. И это не может не радовать, потому что обычно это слайд-шоу достаточно легенькое. Здесь есть Липсинк, это круто. Но к нам вернулось слайд-шоу. И что я хочу сразу сказать по этому кадру? Боже мой! Феликс, зачем ты косплеишь Лу? Блин, кто не в курсе? Лу это мой персонаж, один из главных героев моего собственного веб-сериала под названием Дримофрения. Я рисую в одиночку, без каких-либо денег. И до девятой серии он был нарисован мышкой без планшета. Он на английском языке, но там есть русские субтитры. Сериал рассказывает про мир снов и про сноходцев, которые путешествуют по нему, чтобы бороться с кошмарами. И если тебе интересно посмотреть на мое творчество, заходи на мой основной канал. Ссылочка будет справа в верхнем углу. И в описании. Ну а мы возвращаемся к мему в студии Феникс. И реально Феликс выглядит тельняшко. Какой-то плащик у него там коротенький. Тени в глазах. И даже прическа чем-то напоминает мне. Блин, это странно. Но скорее всего это естественно просто совпадение. Ничего не имею против. И здесь же есть Ромео, который сделал, зачесал свои рога в торчащие всякие волосины. И тоже стоит в оборванном жилете. А вот его наряд мне почему-то напоминает наряд Глэма из Метал Фэмили. У него тоже вроде жилеточка такая была с драными рукавами. Прикольные редизайны у них здесь рокерские. Интересно увидеть клонов в новом обличье. А то они же всегда одинаковые у нас ходят. А вот и сам Данте. Все время забываю как его зовут. На этот раз я помню, надо же. Освещенный светом прожекторов. Такой весь пафосный. И мне кажется его весь вид отсылается к студии Феникс. Потому что у него красные волосы как огонь. У него очки в виде крыльев. И наряд красно-желтый. В принципе он сам напоминает Феникса. И мне кажется, возможно этот мем это не просто мем. В череде мемов по 13 картам. Возможно этот мем как символ. Как знамя студии Феникс. Во. Все очень серьезно. О, зонтик. Это видимо из государства. Я, ребят, если что, я плохо очень знаю лорг. 13 карт земли королей. Поэтому, если что, я буду ошибаться. Во-первых, не злите. Во-вторых, пишите в комментариях как правильно. Только вежливо. Но я так понимаю, у них в царстве все клоны. У каждого клона. Выглядят примерно как их повелитель. То есть здесь такие данты копии с красными волосами. Но при этом девушки. Вот эта милая прическа. По-моему, кто-то рисовал Федора комикса. Или сам Федор комикс себя рисовал с такой прической. Когда-то давно. Ну и тут чувак с закосом. Подлао цзы. Что с тобой? Почему зонтик так дрожит, господи? Все пьют чай. Очень интересно, чай пьют Вару. У него там не чай, а водка. Просто пик с таким лицом. Я не здесь. Хотя, мне кажется, ему больше всего тоже нравится рок-концерт. Потому что он единственный, выглядит как настоящий рокер. Зонтик просто очаровательно наблюдает за сценой. Его ничего не смущает. Феликс и кто? Блин. Да, Ромео. У них какие-то шиперские моменты. Я не буду вдаваться в подробности. Но смотрятся они, как давние супруги, которые пришли на концерт. Ладно. Это кто? Это что, Габриэль был? Серьезно? Он самый рокерский из всех. Посмотрите. Просто идеально. Просто панк. Максимально с синим раздвоенным языком. С выбритыми висками. С покрашенным в зеленый ирокезом. Просто он, по-моему, тут всех осадил с его внешним видом. Потому что он лучше всех вписывается в рок-концерт. Молодец, Габриэль. Цитаты великих, великих людей. О боже. Драка как в Sims, короче. И я так понимаю, это отсылочка на Фредди Мэрк Юри. Вот с этой... С камзолом у Данты. С тем, как он его бросает в людей. И как он поет. И в принципе, песня даже сама немножечко похожа. Не-е-ет. Блин, жалко, что кончился Элипсинг. Было так прикольно, когда он был. Возвращайся, Элипсинг. У нас тут присоединился вот серый, как Курамику, Курамуку. Не помню, как его зовут. Бедного зонтика избили до синяка. Прекрасная концовка. Просто идеально заканчивается. Коротко, лаконично. И у Данты примерно дома то же самое, что и у меня сейчас творится. Какие-то чипсы раскиданы. Какие-то недоеденные бутеры. Потому что... Ну, я примерно так питаюсь, когда у меня летняя депрессия и бессонница, да. Что ж, мы посмотрели с вами оригинал мема от студии Феникс. И по ощущениям рисовка, именно то, как нарисованы герои, здесь стало более аккуратно и детально. Из того, что я помню раньше. Раньше они были какие-то попроще немножечко, по стилизованней. Здесь у них, возможно, за счет вот этих бликов, за счет кисточки не жесткой, а мягкой, которая обозначает тени. Какие-то на них грязные элементы на волосах. За счет этого они становятся более текстурными, более детальными. И за ними приятнее наблюдать, потому что они чуть посложнее выглядят. И сами даже рисовка лиц. Вроде это все один и тот же человек рисует. Ваня Тейл, привет, если что, если это ты. Но здесь они как-то поровнее. Много разных фансервисных моментов, много редизайнов. Мне нравится, я люблю, когда персонажи внезапно там переодевают под какой-то один стиль. Мне нравится, что для них подобрали одежки. Не со всеми одежками, я могу согласиться. Но, тем не менее, прикольно смотрится. Интересно для фанатов, я подозреваю, которым будет много теперь вдохновения на новые фан-арты. Можно рисовать любимых героев там в новых одеждах, в новой ситуации, на рок-концерте. Это здорово. Как бы прикольно, когда для фанатов такие моментики дают фансервисные. Особенно Габриэль меня поражает просто своим гигантским, гигантским хайером. И, господи, мы смотрим на жопку Вару. Жопка Вару, как отдельный вид искусства. Ну и, конечно, сам Данте косплоит Фредди Меркьюри и отсылается к названию студии. Анимации, как обычно, конечно, не присутствуют, но это беда всех мемов студии. Феникс, это скорее у нас слайд-шоу такое. Песня, песня этот раз не сильно прилипчивая, потому что я вспоминаю песню... Господи, как его зовут? Дик? Вик? Пик, во! Я вспоминаю песню Пика, и она прям вообще дико в мозги въедалась и не могла оттуда вылезти никак у меня очень долго. Но эта песня, она не сильно запоминается, она не сильно привязчивая. Возможно, это и минус, но она простенькая, смешная, лаконичная, окей. Ну, в целом окей, посмотрим, что с этим мемом сделали другие. Он больше такой фансервисный для фанатов и не особо как-то раскрывает, как мне кажется, суть персонажа Данте. Ну, ладно. Давайте ж перейдем к автору под названием Рофи. Уже у нас бывал этот аниматор в списочке мемов на просмотр. И 13 тысяч с половиной набрал мем, который вышел недавно, совсем на днях. Давайте ж посмотрим. К сожалению, пока мало крупных представителей этого мема. Но, может, это и к лучшему, потому что у нас есть больше шансов посмотреть новичков, совсем начинающих. Либо тех, у кого пока мало просмотров. И сделать свои выводы, я люблю новичков. Не знаю, как вы, мне всегда нравится смотреть новичочков. Но Рофи не является таким. Такой. И давайте же заценим, что сделает аниматор. Опа. Ну, уже начало гораздо динамичнее, потому что у нас есть смена кадров. Несколько раз сцена. Потом силуэты. Уже добавляют действию происходящему. Отходящему какой-то скорости, динамики. И появляется тот сероволосый персонаж. Липсинг! Липсинг! И здесь есть Липсинг. Но здесь даже он получше, чем у студии Феникс. Такой проработан. И достаточно какие-то людишки качаются в толпе. По ощущению, у толпы сзади на руках надеты боксерские перчатки. Ну, ладно. Ну, здесь тоже слайд-шоу. Но, тем не менее, оно имеет больше кадров, чем оригинал. И поэтому смотрится, опять же, тоже динамичнее. Потому что чаще меняется лицо персонажа. Уже хоть как-то на какую-то около анимацию похоже. Прикольная обводка. Так, стоп. Верните мне вот это няшное существо. Господи, какая прелестная. Я не знаю, кто это. Конечно, с лицом небольшие проблемы. Оно какое-то слишком маленькое для такого капюшона. И непонятно. Искривлено. Но сам концерт персонажа в таком милом костюме в мешке. Играющего на бас-балалайке. Вау. Это вообще шикарно. Плюс очочки, как у меня. Как я люблю. Плюс это розовое свечение. В общем, прикольно выглядит. Вместо чая в кружечке. Чай получше. Немножко такой перебродивший хмельной чай. Кто-то кого-то тут уже душит. Кто-то просто стоит и видит бесконечность во время концерта. Не понимая, где находится. У меня тоже такое бывает. Жаль, что не на концертах. Но в обычной жизни. Липсинг! Анимация здесь есть. Немножко анимация. Молодец, Рофи. Поправляемся в угар. Цитаты великих, великих людей. Вот. Блин, тут кадрики можно разбирать на аватарки. На какие-нибудь или на постеры. Смотрите. Прикольные выбраны позы. Звездочки в глазах горят у персонажа. И в принципе все такое вдохновляющее. Какое-то эмоции хорошо переданы. Мне нравится. Ну, больше всего, конечно, мне нравится тот персонаж в костюме из мешка. Колорит приятный. Снова сырки. Я помню в Господь, Господь меме у этого автора были сырки. И здесь снова они возвращаются. Кто-то очень любит сырки. Ну, как мы можем воспрепятствовать этой священной благородной любви, ребят? Ну, в принципе, блин, очень красиво по колориту. Все такое придымленное, розовое какое-то, голубоватое. Красиво, в принципе, нарисовано. Да, есть присущая такая легкая небрежность. По ощущениям это какой-то флипоклип, я не знаю. Или мне кажется. Либо это очень, очень скоростно рисовали в соях, чтобы по-быстрому успеть. Либо в фотошопе. Что-то с качеством какие-то проблемы. Потому что я вижу очень много вот замыла вот такого вот на контурах. И везде пиксельного. Как будто приближали кадр. Я не знаю. Особенно вот здесь это заметно. На вот этом персонаже. Все в пикселях, в пикселях. Почему? Вроде стоит Full HD. Это же не я. Интересно. Но, тем не менее, много, в принципе, проработанных слайдов. Видите, даже когда в меме нету сильно анимации, мы можем говорить о проработанности слайдов. Чтобы тоже найти плюсы. Потому что везде есть и плюсы, и минусы. Это моя философия. Но, в целом, мем смотрится динамичнее, чем оригинал. И, в целом, мне он даже больше даже нравится. Может, меня подкупает розовый цвет. Я не знаю. И вот этот перс милашный с ушками. Что ж. Ну, в принципе, неплохой продолжатель оригинала. Давайте же посмотрим мем. Цитаты великих людей от третьего автора под названием Бинши. По-моему, Бинши уже попадала к нам в подборочку. И... По-моему, к нам в подборочке по мемам в студии Феникс попадают одни и те же люди постоянно. Ребят, если что, я стараюсь чередовать как-то претендентов. Чтобы у нас не было один и тот же набор из пяти аниматоров самых популярных, которые перерисовывают мемы студии Феникс. Поэтому сегодня баку мы не найдем, сразу говорю. Я его и так слишком часто показываю. Мне захотелось разнообразить как-то. Бинши у нас только один раз, по-моему, попадала в подборку. Поэтому пусть... Давайте посмотрим ее. Тоже тут прорисованная сцена с кучей рук и каких-то шариков на ниточках. Тоже почему-то качество какое-то пожеванное по ощущениям. Странно. Липсинг! Мне нравится начало мема, что там есть липсинг анимированный. Класс. Блин, это получается, типа, Бинши своего персонажа перерисовывает в виде всяких древних философов и мыслителей, которые упоминаются в песне. Это забавная находка, слушайте. Ну, прям, это интересная идея. Исторический фан-сервис, скажем так. Разные мудрецы. И, ага, кусочки докрашенные через края везде. Бинши очень много кусочков, вылезающих за контур. Ты делаешь моим глазком бобо, ну ладно. О, вот этот красивый очень, смотрите, рисунок такой японский весь, утонченный. Какие-то веточки. Много воздуха свежего в этом рисунке. И, в принципе, прикольно тоже персонаж. Тут идут не клоны какие-то отдельные, тут персонаж Бинши, который в разных апостасах предстает перед нами в разных нарядах. Интересно, в принципе, как тоже такой творческий эксперимент, как показать своего героя в разных образах. Ну, и здесь, я так понимаю, идет у нас все-таки этот, твининг. Немножечко деформации, да? Я знаю эту книгу. Ну, и здесь оригинал. Кстати, мне кажется, или у персонажа Бинши шапочка, как у Картмана какого-то из Сауспар. Или это мои глюки. Не Картмана даже, это этого. Как же их звали? Там один из главных героев в такой же шапочке был. Сразу вижу косяк. Вот эта линия руки, смотрите, она проходит за ногой человека на сцене. Хотя, по идее, она должна быть спереди. И это странно, такая искривленная ловкрафтянская геометрия, когда то, что спереди вдруг оказывается сзади. Такое бывает, когда человек путает слои, я так подозреваю. Или что-то со слоями было не так, потому что поющий персонаж стоит впереди над всеми зрителями. Ну, это косяк, да. Ничего не мешало зрителям на передний план увести, это реально. Блин, ну этот мем реально можно за сутки нарисовать, если я там без анимации не париться, делать чисто слайдшовку. Почему так мало претендентов повторяют его? Это же просто настолько просто, что я не знаю как. Реально, у меня бы ушло несколько часов на это. Оверлея с летящими блесточками полетел вверх. Прикольно, что ты вставляешь оверлея. И в конце такая отсылочка на Яролаш. Забавно, забавно. Ну, в принципе, мне нравится идея с переработкой своего персонажа под мудрецов. Это достаточно интересно, особенно вот эта сцена мне нравится. Ну, по цвету достаточно приятные, есть кадры интересные. В остальном, ну, как-то тоже особо нечего сказать. По сути, просто слайдшоу, повторяющий оригинал. В начале есть немножко липсинка, за что спасибо! Ну, и, конечно, косяк с толпой бросается в глаза. Не особо это как-то теряется среди остальных претендентов на этот мем. Я не знаю, наверное, сегодня не будет какой-то крутой покадровки, потому что люди с крутой покадровки тупо просто могли не успеть ее нарисовать еще. Ну, посмотрим. Давайте же поглядим, что у нас идет дальше. Автор следующий под названием Ten Story. По-моему, еще не попадавший к нам в подборку. 3200 просмотров цитаты великих людей. Давайте заценим. Я уже вижу нарисованного в мультяшном стиле забавного такого Сократа. Соломон, это понятно. Здесь что, прям сами мудрецы будут петь, философы древности? Это интересная идея, если так. И достаточно прикольные эмоции нарисованы. Есть какие-то странные моменты, типа одно ухо выше другого находится на лице. Но, тем не менее, прикольно смотрится проработка не только линий, но и вот этих вот еще всяких тенечков. Это интересно, во Flash в Adobe Animate нарисовано. Очень похож стиль на Adobe Animate тут. Как сказал Сократ, это лишнее, брат. Неплохой переход, движение. Одного слайда в другой с вот этим размытием таким, с блером есть. Я тоже так делаю в своем мультике. Прикольные позы. Блин, мне дико нравится идея, что это реально сами философы появят. Блин, молодец ты. Как там тебя звали? Ten Story. То, что ты решил вот так вот разнообразить мем. Вот меня здесь пугает. Он улыбается, как Неметис из Resident Evil здесь. Ах, какой ты жуткий, Лао Цзи. Сзади какой-то море колебится. Ну и стаканчик прикольно нарисован так. Здесь что-то с линиями стало. Тут они были такие толстые, смотрите. Толстые и неаккуратные. Даже вот здесь где-то подрезать хочется лайн, потому что какие-то жирные пеньки торчат. А здесь все такое внезапно тоненькое, аккуратненькое. Очень странно. Это же вроде один человек. Рисовал они разные. Почему такая разница в отрисовке персонажа? О, этот прикольный кадр очень. Такой пафосный, эпичный прям. И тут ученые стоят разные, да? За эту сцену плюс. Это было неожиданно и смешно, реально. Этот, как он, поп-кат или как он называется. Здесь он прям идеально вписывается на фоне неба. В общем, пафосная армия поп-катов. Десятки великих, великих. Зе царь написано. Этот, этот, Александр. Тьфу, блин, Петр Первый Александр. Какой Александр? Людей. Сказал, пасет. Все. О, здесь какая-то Джорджа отсылочка в конце. Кто-то учится у Баки с Джорджа отсылочками. Все такое проработанное. И, да, мне кажется, это именно во флэше нарисовано. Если ты смотришь Тен Стори, этот выпуск, напиши, в чем ты рисуешь. Мне интересно, как аниматору коллеги. Из минусов разница в лайне какая-то очень странная. И неаккуратность лайна, кое-где линии вылезают друг за друга. И это прям режет глазки. Но, тем не менее, мне нравится колорит. Мне нравится вот эта проработка теней. В принципе, очень приятно она смотрится. Мне нравятся некоторые красивые, красиво поставленные кадры. Вот здесь персонаж с рукой. И где, где этот? Вот это Мар Хаям. Прикольный очень кадр. Мне дико зашел он. Мне нравится сама идея с философами. Классно. Это выделяет мемы с других. Наверное, пожалуй, он мне этим и запомнится. Тем, что он такой необычно оригинальный. Но, опять же, нету анимации. Чисто параллаксик. Но, ладно. Это мемы студии Феникс. И давайте же посмотрим последнего на сегодня претендента, найденного мною лично в поиске по Ютубу. Это совсем маленький-маленький автор под названием Диктор. 46 просмотров всего у этой анимации. Ребят, кстати, напоминаю, если вам кто-то из сегодняшних претендентов понравился, зацепил, и вы бы хотели поддержать кого-то из ребят, обязательно приходите у меня в описании, будут ссылочки на каждого из сегодняшних участников. И вы можете зайти к ним, подписаться, поддержать, написать им парочку комментариев, как-то помочь ребятам продвинуться, если вам они нравятся. Потому что, напоминаю, что на моем канале мы помогаем друг другу. Мы аниматоры большое братство. И помогаем друг другу не только ради хайпа, но и бескорыстно тоже. Давайте же посмотрим. Тут какой-то странный персонаж, пока что по цвету дико напоминающий DTV Animation. Кто же это? О, а что со звуком? Звук прям какой-то пережеванный из-под попы. Почему так? Это на диктофон, что ли, записали песню? А в чем была проблема просто ее подставить? Не понимаю, зачем так делать? Здесь вроде авторских прав-то у песни нет, она не должна. Типа, облагаться демонетизацией. Да и демонетизацией у автора пока не может быть, потому что маленький сильно. Рисовочка очень неаккуратная. Прям вот эти линии. Пиксельные очень лесенкой идут. Возможно, стоит ставить, если это флиппоклип, разрешение побольше и делать линии поровнее чуть-чуть. Потому что очень-очень неаккуратно смотрится. Ну, есть какая-то попытка в эллипсинг, есть какая-то попытка в монтаж, в принципе. Видимо, автор это все перевел потом в прогу для монтажа и там блеры всякие делал, потому что в самом флиппоклипе так не сделать. Ну, персонаж странненький. Это какой-то черный демон или что, с волосами торчащими, с розовым ротиком, с синими глазками. Немножечко дает колоритом, как в DTV аниме, но все-таки не похож. Боже, не буду ничего говорить, ни в чем обвинять, потому что все-таки достаточно индивидуально смотрится перс. И тем не менее, несмотря на неаккуратную рисовку, где все выходит, все линии друг за друга, какие-то странные рубленные формы рук, а вместо кулаков вообще шарики. Несмотря на это, дизайн, конкретно дизайн персонажа достаточно запоминающийся. И мне кажется, если автор начинающий вот этот дизайн будет везде использовать и улучшать свои качества именно отрисовки технические, он сможет запасть в умы людей за счет вот такого черного, силиглазого, странного чудика и как-то играть на этой оригинальности. Здесь, кстати, не совсем слайд-шоу и не совсем анимация, что-то среднее, знаете, типа очень-очень низко фреймрейтная анимация, прям кадров 5 в секунду. Блин, даже меньше. Но это и не совсем картинки, которые просто сменяют друг друга. Чувствуется, что есть какое-то движение, персонаж меняет позу, пытается. Но тоже совет, если ты так делаешь, ты можешь побольше дорисовывать промежуточных кадров и у тебя будет уже более полноценная анимация и твой мем будет здорово, выгодно отличаться от других своих сородичей, которые вообще обходятся без анимации практически, ну кроме Рофи. О, Лао Цзи, что-то смотрят. Прям неаккуратно смотрю, у тебя линии на фоне, обводочка, она толще, чем обводочка персонажа. Не надо так делать по законам перспективы. То, что от нас дальше, то менее контрастное, то более тонкое и не выделяется. Поэтому старайся лучше делать вблизи толстые линии, вдали тоненькие. Иначе выскакивает вот этот вот телевизор или что-то, картина, окно. Оно прям вперед вылезает и очень неаккуратно к тому же нарисованное. Дерево тоже просто каким-то с напылением. Чуть-чуть посидеть стоило минуточек на 30 побольше, можно было бы хотя бы деревце как-то красиво нарисовать. Есть проблема с композицией, смотри, если ты смотришь мой ролик. У тебя персонаж улетел в самый низ прям вообще экранов. Здесь много пустого пространства сверху. Тоже доработает этот факт, может как-то его лучше было бы приподнять. В следующий раз попробую, ну здесь ты же уже явно ничего не изменишь, но в следующий раз попробую следить за композицией, чтобы вот такой пустоты не было. А то мы тесно там на дне бедному философу, но была какая-то прикольная сцена, что в него стрельнул луч и он свою лапшу уронил. Или чай это у него? Здесь ты пытался или пыталась руку отдельно так двигать. Отрезанно, но тоже это очень бросается в глаза, вот этот момент, где отрезал кусок руки и он шевелится. Да, лучше тоже так не делать, лучше все-таки немножечко заново. В следующем кадре самому нарисовать, она бы поживее чуть-чуть двигалась, чем вот такой отрезок непонятный. Ну или бы двигать ее твинингом, чтобы она ровненько перемещалась, а не какими-то странными прыжками, потому что у тебя получается то длиннее плечо, то короче. Что происходит? Какая-то эпилептичная сценка была. Поставь, пожалуйста, флеш-ворнин. У тебя сейчас достаточно быстро мелькали цвета, и люди, у которых есть какие-то болячки, связанные с этим, могут пострадать. Поэтому лучше соблюдать предупреждение. Это типа тоже гитара такая интересная, похожа, даже не знаю, на что она похожа. На какую-то церковь. С диструн ничего нет. Но мне нравится реально, что человек пытается в анимацию. Единственный из всех, самый маленький претендент. История не нова. Мы часто смотрим, и там какие-то крутые миллионники у них, там слайд-шоу ленивое, а малыш какой-нибудь рисует, пытается анимацию. И здесь мы видим, что автор тоже пытался. Пусть криво, пусть косорука очень. Лайн кривой, косой, качество низкое. Но анимация есть. Пусть низко прайм-рейтная, но она есть. Есть попытка в динамику, это классно. Ты молодец, чел, продолжай в том же духе и улучшай вот эту сторону, то, что ты пытаешься рисовать анимацию. Что-то странное на микрофоне дергалось. Эта сцена, по-моему, срисована из оригинала, прям чуть ли не до обводки, или мне кажется. Там тоже такой момент был. Или мне кажется, я могу обвинять просто так. Здесь тени появились, какие-то даже. Ты пытаешься сделать размытие при движении, вот это вот. Во, а видите, когда типа рука двигается, все линии превращаются в какие-то колбаски, полоски. Из Metal Family тоже есть такие моменты. В принципе, в анимации часто так делают. И распространенный прием, чтобы скорость показать. Ну и человек про него знает, несмотря на то, что он новичок. Ну, в принципе, мне нравится то, что автор пытается анимировать. Это реально круто. За это большой плюс еще тебе, чел. И, ну, конечно, еще дорабатывай, потому что качество отрисовки, качество лайна, разрешение картиночки и композицию прорабатывать. И, в принципе, будет уже нормально для начинающего аниматора. В принципе, есть какие-то перспективы у тебя. Слушай, мне кажется, все получится, если будешь продолжать. Поэтому, надеюсь, ты не опустишь руки, а продолжишь развивать свои сильные стороны. Что ж, мы посмотрели с вами 5 анимационных мемов, цитаты великих людей. Здесь пускай не было каких-то прям супер популярных до этого исполнителей, но, тем не менее, мы посмотрели все равно на других людей. Увидели что-то необычное или что-то обычное более-менее. Пишите, какой мем вам больше всего понравился и запомнился. Мне понравился, наверное, мем, где философы были в песне отдельно. Прям, ну, сами философы. Необычная идея. Ну, и хочу похвалить последнего претендента за анимации, попытки в нее. И у Рофи была анимация немножечко, но была тоже молодец. Ну, а уже на вашей совести писать, кто понравился вам, кто сегодня был лучше. Мы посмотрели 5 анимационных мемов, цитаты великих людей по... Фандома 12 карт, студия Феникс. Поэтому желаю вам вкусного чаечка, пирожочка, вдохновения, здоровья и не находиться в дыму, как мой город Красноярск. С вами, как обычно, Хэллоиз, чутка художник, чутка аниматор, чутка критик, чутка черти знает кто еще. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин